Это про невмешательство. Я недавно тут как бы пришла к такому выводу, что заповедь не судите, мы воспринимаем как не осуждайте, а не осуждайте это в другой заповеди, что ты если осудил брата, ты как бы повинен, как брата ненавистнее, да, то есть другая, а не судите, это значит вообще, ну как бы сказать, не суйте свой нос, да, в чужие дела, не заглядывайте в чужие окна, не заглядывайте в замочек, в чужую жизнь, это не значение слова осуждайте, это имеется в виду, когда ты изначально заранее говоришь, что кто, ай-яй-яй, ты плохой, так нельзя, это осуждение, а суд, суждение, рассуждение, это вообще, как бы сказать, решать задачу, да, то есть, ну, вот, да, ну, неважно, да, то есть ты, нам Бог и так дал своих задач до полна, ты еще в другим лезешь, и во-первых, ты в другим лезешь, ты там некомпетентен, ты не знаешь всех обстоятельств, ты не был, ну, то есть, ты только отчасти что-то, вот, знаешь, причастность, да, ты всех не знаешь данных, и получается, вот, как бы, особенно современное общество, оно же кругом транслирует новости, да, сплеет, и сплеет. Так вот, вот, многое коммерческое система, она на таких штуках и построена, что люди стремятся вот залезть в чужина, на сплетник, да, желтая пресса, она вся маркетинговая, вот, эта вот система, ну, это, как бы сказать, привлекает людей, люди, как бы, поверхностно живущие, они откликаются, заманиваются, как вот, сознание всегда жив, привлекает и заманивает, так вот, это разрушает душу человека, вот, это, постоянное суждение чего-то, это тоже самое, что, вот, допустим, в школе на контрольной работе. Тебе дали три задачи. А ты еще... Ну и у всех свой билет, да? А ты еще у всего класса задачи. Решаешь. Решаешь одновременно. И свои, и все. Ну это да. А я двоечник, я даже свои решить не мог. Ну я тоже. Мне помогали. Получается, что у нас не хватает резерва, потенциала, чтобы качественно решить. И у нас складывается постоянно такое вот ощущение или как бы такое состояние, что 99% мы неправильно делаем выводы, неправильные ощущения, чувствуем. И поэтому это убивает в нас веру. Вот если читаешь книгу «Деяний», у них вера возрастала. Потому что они были ведомы Святым Духом, и они не лезли вообще. Дух сказал не идти этим путем. Они не пошли. Дух сказал иди туда, они пошли туда. Они не лезли во все, не рассуждали, не обсуждали без конца все, все новости, все, кто как живет, все события, кто что сделал. Они были послушаны Духу Святому, совершали исцеление, и вот все, и возрастали из веры в веру. А мы сейчас как бы рассеиваемся на все. Информационное поле очень лет, конечно. В итоге никаких выводов сделать не можем, чтобы нам понять, почему произошло то, почему, чтобы нам как бы мироздание осознать. То есть это нам не по силам. И в итоге мы теряем веру, мы чувствуем в себя, там, страхи, подавленность, растерянность, вообще неправильные ощущения. Все плохо, скоро все рухнет, все вот как бы вот этого хаоса. А на самом деле нам вообще не говорили туда лезть. Да, можно я еще скажу, да. Ну, во-первых, телевидение, это, конечно, я до сих пор, как бы у меня телевизора нет. Я только на праздник Новый год. Телевидение как раз и транслирует вот много неудивого информационного поля. Еще что хочется сказать. Мы видим человека, да-да, действительно, я Инну хочу поддержать вот конкретный какой-то промежуток времени. Мы не можем знать, с какой точки, от какой точки он начал свой путь к Богу, скажем так, да, и к чему в результате этот период приведет, может быть, другому, там, к росту или трансформации какой-то. Мы видим, и эта картинка может быть кардинально вообще, она вот перевернута для нас, и мы нас суждаем. А на самом деле это только какой-то маленький кусочек задумки Господа Бога, как бы ему, к человеку, этому прийти к Богу. Вот так.